Добро пожаловать на наш урок по грамматической прокачке. Мы продолжаем заниматься разбором правил турецкого языка. На предыдущих занятиях мы с вами разбирали некоторые падежи. Мы сейчас занимаемся разбором пространственных падежей. Раньше мы с вами изучали такой падеж, как местный, то есть нахождение на месте. И окончание у него были «да» или «д». Почему каждый раз мы начинаем с того, что повторяем предыдущие падежи? Потому что эти три падежа у нас являются пространственными. Они у нас отвечают за пространственные передвижения. То есть все глаголы, которые у нас отвечают за то, что мы куда-то двигаемся, откуда-то перемещаемся, что-то совершаем, какие-то действия, все управляются этими падежами. Вопрос «нэрэдэ» обозначает «где?» «нэрэдэ» обозначает «где?» Одну секундочку. Окулда, «эвдэ», где еще мы можем быть, например, «одада» в комнате. Это будет местный падеж нахождение на месте. Если нам надо будет спросить про одушевленный предмет, то это будет вопрос «где?» Второй падеж, который мы рассмотрели с вами из пространственных, это был исходный падеж. То есть откуда мы начинаем наши действия. Исходный падеж – это у нас точка отсчета, откуда двигается предмет или откуда двигается объект. И отвечает он на вопрос «нэрэдэн». И окончание, соответственно, добавляется «дэн» или «дэн». «эвдэн», «окулдэн», «хастанэдэн», «одадан». То есть откуда мы движемся? Из дома, из школы, из больницы, с почты. Если мы берем предмет откуда-то, то, например, «массадан» со стола. Это у нас начальная точка, откуда предмет выдвигается. А тема сегодняшнего нашего урока – направительный падеж. То есть куда направляется этот предмет или объект. И этот падеж у нас называется направительный или «йонель мехали». Сейчас я поделюсь картинкой. Отвечать он будет на вопрос «нэрэе». Нэрэе – это куда? Нэрэе – куда совершаем движение. «Окула», например, «в школу», «отобюсе» – в автобус, «эве» – домой, «одая» – в комнату. Какие у нас при этом будут окончания у этого падежа? По гармонии гласных мы будем смотреть на последнюю гласную в слове. И если это у нас твердые гласные – «а», «ы», «о», «у», то мы ставим окончание «а». Почему у нас тут в скобочках стоит буква «е»? Если у нас слово заканчивается на гласную букву, то по нашим правилам мы две гласных рядом поставить не можем. Чтобы они не сливались, например, в слово «массад» – «стол». И нам нужно добавить букву «а». Если у нас не будет этой прокладочной буквы, у нас получится петля «массаааа». Поэтому, чтобы такого не было, мы разбавляем прокладочной буквой «массая» на «стол». А если слово заканчивается на согласную букву, то сразу добавляем букву. Например, «парк» – «парка», «парк» – «оку», «окула». Если у нас мягкие буквы, если у нас в конце слова, либо прямо на конце слова мягкая буква, если она предпоследняя, то есть перед согласной, то тогда мы будем ставить букву «э». Но точно так же, как и в твердых, если у нас гласная буква последняя, чтобы они у нас не слились, мы будем разбавлять прокладочной буквой «е». Например, «кэди» – «кому я хочу дать еды?» Кошки. «Кэди» – это кошка. «Кэди-е». «Кэди» заканчивается на гласную букву. Если мы добавим «кэди-е», у нас не получится. «Кэди-е» разбавили прокладочной буквой. «Сепет» заканчивается на согласную букву. «Сепет» – это корзинка. «Сепет-е» – корзинка. Вот таким образом мы разбираем. За твердыми буквами гласными мы ставим «а», твердую. За мягкими гласными буквами мы ставим мягкую букву «э». Какие у нас у этого падежа вопросики? Ну, во-первых, вопрос к одушевленным предметам. «Кэмэ». «Кэмэ» обозначает «кому». «Кэмэ». «Кэмэ» или «на кого». «Кэмэ», например, «Ольга». Будем что-то Ольге давать. «Ольга» заканчивается на гласную букву. Будем говорить «Ольга-я». То есть мы будем разбавлять прокладочной буквой. Но, как и всегда, с именами собственными. То есть если у нас имя обозначает либо название города, либо какое-то географическое название, название планеты, имя человека, кличка животного, мы всегда будем ставить апостров, небольшую запяток, которая будет разделять у нас окончание и основное слово. Это мы делаем только на письме. В речи это никак не выделяется. Поэтому, если вы видите апостров и потом букву, то произносим мы точно так же без перерывов «Ольга-я». «Ольга-я», «Киме», «Ольга-я». Например, «Сэн», «Киме сордуй?» «Ты кого спросил?» «Баба-ма сордуй?» «Я папу спросил». «Одушевленный предмет, папа, значит баба-ма сордуй?» Почему здесь буква «Ме» спросите вы? Потому что всегда, когда мы говорим про родственников, про своих родственников, мы не забываем добавлять принадлежность, что это мой папа, моя мама. Поэтому, если мы описываем своих братьев и сестер, мы всегда, наконец, добавляем букву «М». Например, «ДД». Это дедушка просто дедушка. Если это мой дедушка, «ДДМ». И если я даю своему дедушке что-то, я буду говорить «ДДМ». То есть нам не обязательно даже, чтобы нам указали, что это мой дедушка, «Беним ДД». Мы сразу, если говорим про своих родственников, сразу добавляем букву «М» наконец. Дальше, второй вопрос у этого падежа. «НЕЕ». Чему «НЕЕ» касается неодушевленных предметов? Какие предметы у нас считаются неодушевленными? Все предметы, в том числе, включая и животных. Животные грамматики неодушевленные. То есть в грамматике мы будем на кошечек, птичек, собачек говорить «это что?». А раз «это что?», значит «НЕЕ КЕДИЕ», например. «НЕЕ МАСАЯ». То есть кошка и стол это будет по грамматике одинаково. «СЕНТ НЕЕ БАКЬЁРСУ». «НА ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ?». «АРАБАЯ БАКЬЁРСУ». «НА МАШИНУ СМОТРЮ». «АРАБА» заканчивается на гласную букву. Добавили прокладочную букву «Е» и получилось «АРАБАЯ БАКЬЁРСУ». И третий вопрос у нас в этом падеже, который касается непосредственно места. То есть аффикс «РА РЕ», когда мы добавляем к вопросительному местоимению «НЕ», обозначает, что это мы относим вопрос к местности какой-то. «НЕРЕЕ» – это вопрос «КУДА». «НЕРЕЕ», «НЕРЕЕ ГИДИЁРСУ». «КУДА ТЫ ИДЁШЬ?» «ИСТАМБУЛА ГИДИЁР», «НАПРИМЕР». «КИТАБЫ НЕРЕЕ КОЙЁРСУ». «МАСАЯ КОЙЁР». То есть «КУДА ТЫ ЕДЕШЬ?», «НА ЧТО ТЫ КЛОДЁШЬ?», «НА КАКОЕ МЕСТО КНИГУ?» Это всё у нас будет вопрос «НЕРЕЕ». Ну, давайте потренируемся сейчас, вот несколько примеров включу, как у нас происходит добавление. Смотрите, «ЭВ» – мягкая буква, добавили букву «Э» и получилось «ДОМОЙ». «ЭВЕ». «ОКУЛ» – школа, «УТВЁРДА» – добавили букву «А». «ДЕРС» – это урок, занятие непосредственно в классе. «ДЕРС» – «ДЕРСЕ» – на урок. «СНЫФ» – класс, «СНЫФА» – в класс. «ДОКТОР» – О-буква твёрдая, даст букву «А» – ДОКТОРА. «СИБЕЛЬ» – женское имя, мягкая буковка «Э» – вот эта апостровка, которую я вам говорила, запятая, которая на письме показывает, что это у нас имя собственное. Повторюсь снова, для чего мы отделяем падежное окончание от имени собственного, потому что в турецком языке имена собственные или названия городов и прочих мест могут совпадать с названиями предметов. Например, «ИПЕК» – женское турецкое имя, и «ИПЕК» в турецком языке обозначает шёлк. Чтобы нам понимать, что мы говорим не про ткань шёлковую, а про человека с именем «ИПЕК», мы будем писать с большой буквы и выделять окончание вот этим апострахом. Или, например, «Саваш». «Саваш» – это мужское имя, обозначает по-турецки в то же время «это война». Вот чтобы понять, что это мы не на войну собрались, а к «Савашу» идём в гости, что это парень, мы будем выделять на письме вот таким вот апострахом. Или «Булут», «Рюзгяр» – полно турецких имён, которые именно вот в жизни простые предметы. «Рюзгяр» – это ветер. Есть такое мужское имя. «Кузель» – это север, это тоже мужское имя. «Вулкан» – это вулкан. Чтобы не путать все эти имена с простыми предметами, для этого и сделали эти выделения. Угу, нужно. «Измир» – город. Вот такие у нас происходят выделения и добавления падежных окончаний. Давайте теперь потренируемся с вами. «Пенджере» – окно. Как сказать «в окно»? «Пенджере» – «е». «Пенджере» – «е». Правильно. Хорошо. «Бельгисаяр» – компьютер. «Натали». «Бельгисаяра». «Бельгисаяра». Хорошо. «Калемлик» – финал. «Калемлик» – «калемлик». «Калемлик» – и здесь у вас возникло небольшое затруднение. Почему возникло затруднение? Потому что есть у нас особые буквы. «Калемлик» звучит немножко по-турецки кривенько. Я все ручки вижу. Сейчас минуточку расскажу про букву «к» и продолжим про слова. Так, что у нас с буквой «к»? Буква «к» у нас получается немножко «калемлик» получается неудобно. Для того, чтобы нам говорить было более мягко, турецкий все-таки он как песня, чтобы эту мягкость организовать, мы будем заменять букву «к» на «юмушаге». Называется это правило озвончения согласных, то есть мы глухие, согласные, превращаем в звонкие. Но на самом деле они не глухие и не звонкие. Если в турецком языке, в турецкой грамматике смотреть, то они у нас «сер» – грубые и «юмушаг» – мягкие. На самом деле они у нас не глухие и звонкие, потому что «звонкая» разве «юмушага» может быть «звонкая», она даже не произносится. Зачем она изменится? Только за счет того, что она мягкая, она смягчает. А вот эти вот, которые мы называем глухие, они грубые, «к», там «ш», и мы их заменяем на более мягкие, то есть по-нашему на звонкие. Вот буква «к» будет меняться на «юмушаге» или на «г». Два варианта. Почему нам дают два варианта? Потому что если у нас просто стоит буква «к» после гласной буквы, у нас получится поставить ему «шаге». Кому я, ой, чему я даю, например, «мячик собаке»? «Кёпек» у нас «кёпек», «кёпеке» будет как-то кривенько, поэтому «кёпее» звучит гораздо мягче, «кёпее», «собаке». А если у нас, например, слово «цвет», «реньк», сочетание «нк» не дает нам поставить «юмушаге». Ну, если вы попробуете произнести после «не» «юмушаге», получится какое-то мычание «реньк». То есть не получится у нас «юмушаге», даже если мы очень захотим. Поэтому здесь, в таких случаях, когда у нас сочетание «нк», мы будем заменять его на букву «г», «реньк». Вот здесь у нас «к» перейдет к букву «г». Бардак. В стакан я что-то наливаю. Бардак. «К» поменяла на «юмушаге». Бардак. Табак. Тарелка. Таба. На тарелку. Есть вопросики про букву «к»? Если нет вопросиков, теперь продолжаем тренироваться. Буквой «к» мы сейчас с вами разобрались. Так, давайте попробуем сказать «стамбул». Микрофончик, Ирина, если хотите сказать так. Из Стамбула. Правильно. Так, Анна, давайте попробуем сказать «в телефон». Телефон. Замечательно. Наталья, в ванную комнату. В баню я. Отлично. А кто сможет сказать «книжку»? Китаба. 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 И всё. Одна буква, которая у нас изменится. Что у нас происходит в слове «китаб»? Там у нас опять глухая буква «п». Сейчас, минуточку, открою эту картинку нам. Китаб, доллап – такие слова, которые заканчиваются на букву «п». Опять же, если у нас эта буква попадает между гласными, это, кстати, не только правило этого падежа. Это касается всех мест, где буквы «п», «ц», «ч» и «к» попадают между двумя гласными. То есть, как только они попадают между двумя гласными, мы там будем их заменять. Касается это большинства слов, но есть там исключения. Об этих исключениях мы поговорим на другом уроке, а сейчас разберём именно с этим падежом. Доллап или китаб при добавлении окончания «п» перейдёт в букву. Китаба, доллаба. Потом у нас есть ещё буква «т». «Т» тоже меняется во многих словах, но не меняется в словах заимствованных. Например, заимствованных с иностранных языков, таких как там английский или французский. Если мы берём тишорт, тишорт майк, то тишорт – это не наш, или пасапорт, паспорт. Это не турецкое слово. Значит, там мы оставим её на месте. Пасапорта. Тишор, 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 тэ. Но здесь, где у нас турецкое слово «юрт», «юрда». «Юрт» – это родина. Для студентов «юрт» – это общежитие. Вот куда «юрда»? На родину или в общежитие, смотря кто куда передвигается. И буква «ч». «Ч» на конце. «Ач» – дерево. Например. Вот это «ч» тоже, попадая между двумя гласными, перейдёт в звонкую «дж». «Аджа». «Аджа» – фирман Марк. Залазить, например, на дерево. «Аджа». Теперь с этими знаниями продолжаем дальше тренироваться. Так, например, у нас опять Наталья Анна. Наталья, давайте «асенсёр». «Асенсёр», «лифт». Как сказать «влифт»? «Асенсёра». «Асенсёры». 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 «Хорошо». Анна, «мутфак». «Кухня». «Мутфакта». «Нет, «мутфакта» – это «на кухня». «Анада». «Анада в кухню». «Анадада в кухню». «Мутфак». Вот здесь вспоминаем про букву «кэ». «Мутфак». «Кэ». «Мутфак». «Кэ» перейдёт в «юмушагэ». «Мутфаа». «Мутфаа», правильно. «Мутфаа». «Мутфагиттель». «Мутфагиттель». «Мутфаа». «Мутфагиттель». «Супергэ», «пылесос». «Марина у нас хотела ответить, поднимала ручку, но мы перешли на примеры». «Супергэ». «Пылесос». «Супергэ». 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 «Е-е». «Супергэ». «Е-е». «Е-е». «Я заканчиваю на гласную. Нам надо разбавить прокладочной буквой «супергэ». «Е-е». «В пылесос». «Супергэ», «Вода». «Рано» у нас тоже поднимала руку. «У». «У». «У твердая». «Главная». «Что мы сделаем». «Суя». «Суя», правильно. То есть так, как там у нас заканчивается на твёрдую и плюс гласную суя получится в воду. Денис, море. Дениса. 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 Денис. 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 Хорошо. Так, ну давайте ещё пару слов и пойдём дальше. Сепец, корзинка. ТПТ. ТПТ, замечательно. Парк. Ландыш. Парка. Парка, хорошо. Маза, магазин. Мазая. Мазая, правильно. Так, базар, базар, на базар. Хазара. Хазара. Хазара идиору. Замечательно. То есть, теперь, я думаю, у вас получится поставить правильное окончание. Главное, разбирать у нас в конце твёрдая или мягкая буква. И в зависимости от этого будем ставить твёрдую или мягкую. Если в конце гласная, разбавляем прокладочной буквой. Дальше. Как у нас выглядят местоимения? В местоимении у нас претерпевают изменения. Только в этом падеже у нас привычная нам Бен и Сен поменяется на Бана и Сана. Бен – это я. Мягкая Бен переходит в Бана. Бана – это мне. Мне что-то там нужно. Бана. Сен – это ты. Сана – это тебе. О – он. Она – это ему или ей. Она вердим – я ему дал. Биз – это мы. Нам – это безе. Сиз – вы. Вам, значит, будет сизе. Онлар – это они. Онлара. Вот такие вот у нас местоимения претерпят изменения. Но есть ещё у нас указательные местоимения. Кто помнит, что значит указательные местоимения или как они звучат? Бурада – это принадлежность. Это те же личные местоимения, только в родительном падеже. Беним – это моё. Бурада – это указательное местоимение, кто-то сказал, но оно обозначает на месте. Где? Здесь. А сами указательные местоимения выглядят по-другому. Какие ещё есть варианты? Буквы. Бу – правильно именно говорить. Бу. Бу – это это. Шу – это то. О – это вон то. Откуда у нас берутся все дополнительные слова? Сейчас я вам покажу. Есть у нас вот такие вот дополнительные аффиксы. Типа аффиксы «ра» и «ре», которые у нас будут обозначать отношение к местности. Ну, это с «не». Сейчас, минуточку. Это с «не» с вопросительным. Сейчас. Эти аффиксы «ра» и «ре» мы можем использовать с указательными и с вопросительным местоимением. Ну, я сейчас не могу найти картинку. Сейчас, минуточку найду. Хочу вам просто показать эту картинку. «Бу» – если мы добавляем аффикс «ра», «у», «ра», это у нас получается в этом месте. «Шу» – это то. Если мы к нему добавим «ра», то это получится в том месте. И «о» – вот то, «ора» получится там. То есть к «бу», «шу» и «о» мы можем добавить «ра». И тогда уже после «ра» мы можем поставить нужный нам падеж. Если мы поставим местный падеж «бурада», это будет здесь, на этом месте. «Шурада» – там, вот на том месте. И «орада» – вон там, на том месте. «Бу», «шу», «о» – часто вы слышите такое сокращение, как «бурда». «Бурда» – это мы так произносим, мы роняем эту глазку. Но правильное написание «бурада». Почему «бурада»? Потому что «ра» и «ре» нам объясняют, что это мы обращаемся к месту, что мы указываем на мест. «Бурада», «шурада», «орада» – это здесь, там и вон там. Если мы поставим следующий пространственный падеж «откуда», там у нас окончание «дан» или «дэн». «Бурадан» – «отсюда», то есть с этого места. «Шурадан» – «оттуда». И «орадан» – «бон» – «оттуда». «Орадан». Если мы поставим сегодняшний наш падеж направительный, это получится, мы направим на это место. «Бура» – «я», то есть сюда, «орая» – «вон» – «туда» и «шурая» – «туда». «Бурая», «шурая», «орая». Вот таким образом у нас получатся изменения с указательными местоимениями. Извините, а можно вопрос? Да. А вот «бура» – «сы», откуда это «сы» взялось? «сы» – это вот это конкретное место. «Бурацы» – это используется для указания какого-то места, где-то конкретно расположено. То есть «бурасы» – это вот это непосредственно место. «Бурасы» – «шурацы», «орасы». То есть «сы» у нас обозначает, что именно вот это вот конкретное место. Если мы использовать это будем с вопросительным местоимением «не», то же самое у нас получаются наши падежные вопросы. «Не» – добавляем «ре» по грамматическому правилу. То есть у нас тут «мягкое» и поставили «мягкое». «Нере» – это «где в каком месте». «Нере-си» – «какое это место». «Нере-де» – «где» – вот оно «не» – вопросительное местоимение, «ре» – отсылка к месту, «де» – что это место и падеж, местное место. «Нере-е» – вот вопрос нашего сегодняшнего падежа. То есть «куда»? «Инере-ден» – «откуда». То есть если вот так вот убрать все окончания, происхождение у нас общее. «Нере-де» – «не» – «что?» – «ре-место». «Что за место?» «Что за место здесь?» «Что за место туда, куда мы собираемся?» «И что за место, откуда мы выдвигаемся?» «Нере-де», «Нере-е», «Нере-ден». Вот как у нас образуется это вопросительное слово. Эти вопросительные слова. Еще у нас может быть указательное местоимение, использовано таким образом, как мы, если показываем «бу», а мы хотим попросить вот эту. «Бу», тогда мы будем добавлять через проклад «буне», «буну». «Буну», «шуну», ой, подождите, простите. «Буна» – «этому давать», «шуна» – «тому давать» и «она». «Буна», «шуна», «она». Если во множественном числе, то «бунлара», «шунлара» и «онлара». «Бана» – это «мне», а «буна» – это вот «этому». Мы не знаем, как вот этого зовут, когда «дай», «дай» вот «этому». «Буна». Дальше. Разбираемся, когда мы используем этот направительный падеж. Для чего он нам пригодится. Ну, самое главное и самый основной смысл – это точка, куда мы передвигаемся. Если в исходном падеже у нас была точка, из которой мы начинаем действие, то это у нас конечная точка, куда мы двигаемся, куда мы двигаем предмет, куда мы сами направляемся. «Эве» – «идиорум» – «иду домой». «Окула» – «гельдим» – «пришла в школу». «Арабая» – «пожалуйста, можно чуть поярче, ну, как побольше буквы?» «Крупнее». «А, крупнее, да». «Вот так?» «Например, «арабая» – «пинди». «Куда мы садимся?» «В машину». «Арабая» – «на нас смотрят». «Бизе» – «покрёрла». Второе значение, как мы ещё можем растолковать этот падеж, может обозначать стоимость. Ну, как мы в русском языке обычно болтаем, там две подружки встретились, я смотрю, у моей подружки классная сумка. «Ммм, где купила?» «Да там-то». «А за сколько купила?» «Почём брала?» «Как мы говорим?» «Вот как спросить, почём брала?» «Кач» – вопросительное слово. И к вопросительному слову «кач» мы можем добавить тоже этот падеж. «Качалдын». «Качалдын» – «за сколько купила?» То есть такой вопрос обозначает, за какую сумму ты взяла. «Кач парая» – «алдын», «кач» – «качалдын». «Кач пара» были грубо звучит, я предлагаю всегда ученикам избегать это выражение, потому что это звучит немножко, как сказать, по-деревенски. «Кач парая» – «качалдын». «За сколько взяла?» «Бин лирая алдын». «Бин лирая» – «я» – «за тысячу лир». Или «Эли лирая алдын». Ой, я сегодня на базаре была, такие скидки там «Эли лирая алдын» – «за 50 лир купила». То есть «Почём брала?» «Да, за полтинник взяла». «Сугубо наш разговор родной знакомый». Точно так же можно болтать и в турецком. Дальше. Образует у нас некоторое обстоятельство времени. Обстоятельство времени каким образом? Например, к утру доберёмся в Стамбул. К какому времени к утру? Сабаха. То есть до какого времени? Сабаха из Стамбула выражается. Или «эле бетер». «Оле» – это полдень. «Оле бетер» – полудню закончится. «Акшама» – «урарын». «Акшам» – это вечер. Если я скажу «акшам», то это вечер или вечером. А «акшама» – это ближе к вечеру. Дальше. Ну, помимо того, что конечную точку движения нас, конечная точка и предметов. Мы книжку куда-то кладём на стол. Конечная точка для книжки будет стол. «Хитавы Масайя Куи». Он положил на стол книги. «Колтуа» – «Отурду». На что он посадил пятую точку? На кресло или диван. «Сын Эфа Герди». Куда он вошёл? Класс. Ну, объект ещё выражает для кого и что-либо делается. Ну, это для меня, для тебя, для мамы. Для чего мы это всё выполняем. Вот такие ещё имеются значения. Как и в предыдущем, у нас исходном падеже были дополнительные слова, которые обозначали у нас. С ними слова обозначали свои интересные значения. То есть для более точного выражения своего желания. Мы использовали послелоги. Послелог – это слово, которое ставится после какого-то другого слова. И в русском языке это предлог, перед словом ставим мы. В турецком – после слова, поэтому послелог мы его называем. Эти дополнительные слова помогают нам более точно выразить свою мысль. В данном падеже эти слова – Как мы их используем? Кадар обозначает до чего, до какого момента. Всегда перед Кадар мы будем ставить в данном случае направительный падеж, чтобы обозначить до. То есть сабаха Кадар – до утра. Например, до школы вы хотите идти. Укула Кадар. Если вы хотите идти до остановки. Как сказать до остановки? Дурая. Дурая. Дурая Кадар. Дура Кадар. Дурая Кадар, да. До базара. Пазара Кадар. Пазара Кадар. То есть обязательно перед словом Кадар мы будем ставить слово направительный падеж. До вечера. Как Шама Кадар. Шама Кадар. Хорошо. До института. Университет Е Кадар. Университет Е Кадар. Замечательно. Там нам остается только подставить глагол и будет точно. Например, до базара я шла пешком. Пазара Кадар Юридю. Юридю. Видите, уже собирается сразу предложение. Гёре. Гёре выражает точку зрения. Точку зрения или мнения. Например, с направительным падежом, если мы ставим Гёре, получается по чьему мнению. Мы можем использовать это как с местоимениями, так это получится у нас по на Гёре. То есть по мне, по моему мнению. Сейчас открою этот момент, чтобы показать. Банагёре. Это по моему мнению. То есть как по мне, так, например, Банагёре. По моему мнению, если спросить меня, то красный, очень красивый цвет. Это моё мнение. Если по вашему мнению. По-другому, то вы можете выразить своё мнение. Банагёре. Бэйлядэй. А как по мне, так не так. Банагёре имеет синономичную форму. Бенди. Бенди тоже обозначает по-моему. То есть Бенди или Банагёре абсолютно одинаковые. Вы можете хоть так, хоть так использовать в предложении. Санагёре. Это что касается твоего мнения. Это по-твоему так, например. Санагёре Бузор. По-твоему, это сложно. Банагёре Дэй. А по-моему, это нет. Санагёре имеет тоже такую поиму. Сэнджи. Сэнджи – это по-твоему. Сэнджи. Бокул Гюзэльми. Как по-твоему, эта школа хорошая? Сэнджи. Сэнджи и Санагёре одинаковые. Форма на О. Онагёре. Здесь не будет формы онджа. Онджа – использование неправильное. В некоторых источниках дают, но в турецком языке этого использования нет. На О у нас только есть вариант онагёре. Онагёре – это по его мнению или по её мнению. Биз – мы. Бизе Гёре – это по-нашему мнению. Можем сказать бездже. Сиз – вы. Сизе Гёре – это по-вашему мнению. Тоже можем сказать с аффиксом дже. А вот онлар – мы можем сказать только онларагёре. То есть это по их мнению. Онларагёре. Онларджа – нет такой формы. Онларджа, если вы скажете, онларджа обозначает десятки или десятками. Онларджа – инсан сирадабеклиди. То есть десятки людей ждали возле. Онларджа – формы, по их мнению, нет. Онларагёре. Вот так мы используем, чтобы выразить точку зрения. В нашем примере, который у нас здесь, выглядит это так. Мехмед и Гёре – худору. По мнению Мехмеда, это правда. Ольга и Гёре – буянлыш. А по мнению Ольги, это неправильно. Следующий послелог у нас – доуру. Доуру много имеет значения. Слово доуру может обозначать прямое направление. То есть прямиком куда-то. В такси садитесь. Он спрашивает, куда ехать. А вы собрались сами показывать дорогу. Не называйте адрес. И вам сейчас ехать прямо. И вы ему говорите доуру. Езжай прямо. То есть на рейкдюрус доуру. Едем прямо. Он начинает движение. Там вы уже вправо-лево можете сориентировать. Но просто прямо доуру. Потом доуру. В данном случае с направительным падежом. Обозначает прямиком или по направлению к чему. Тюркчей доуру. В данном случае пример такой. Прямиком в турецкий. Я, например, стою где-то. По телефону с вами общаюсь. Вы не можете найти. И говорите. Я там-то нахожусь. Я вот говорю. Я в парке. Панадору гей. Иди прямиком ко мне. По направлению меня. Панадору гей. Потом. Что еще у нас может обозначать слово доуру? Само по себе просто. В использовании оно обозначает правда. Дору. Правда. Правильно. То есть прямиком, по направлению, прямо. Правильно. Все это будет в слове доуру. Красивое очень слово рамен. Рамен. Это несмотря на что-либо. Бунарамен. Банайнанмады. Несмотря на это он мне не поверил. Как мы можем еще использовать слово рамен? Например, на улице пошел дождь, но вы собрались на пикнику. И вы тогда говорите. Ямура рамен. Пикни и диджей. Несмотря на дождь, мы все равно попадем на пикнику. Ничего нас не остановит. В простых предложениях мы будем использовать здесь просто слова с направительным падежом. В более сложных предложениях мы будем использовать сложные формы. Но все равно, наконец, мы будем ставить окончание направительного падежа. Например, более сложный вариант. Павацоу олмасына рамен. Несмотря на то, что погода была холодная. Пикни и диджей. Мы пошли на пикнику. То есть, какая форма не была, но со словом рамен. Перед ним мы будем ставить слово в направлении. Следующее слово, ну, немножко такое, ершеватое в употреблении. То есть, оно сложное. Каршелык. Так особо сильно в простой речи не сильно используется. Каршелык обозначает взамен. То есть, что ты хочешь взамен. Подбирают другие фразы. Особо часто не встречаются, но все равно имеет место быть. Каршелык – это взамен, в обмен. Букитава каршелык не истерсу. Что ты хочешь в обмен или взамен за эту книгу. Каршелык. Где мы используем чаще всего? Например, если любовь невзаимная. Каршелык с аш. Мы добавляем аффикс, который обозначает без чего. Без взаимности. Каршелык с аш. Это невзаимный. Или, например, чек. Это самое. Хуже всего вы имеете свою фирму, вам делают оплату чеком. А чек каршелык с аш. Банк его не поддерживает. То есть, чек без подтверждения. Вот в этом месте еще тоже можете встретить слово каршелык. Дальше. Дек. Дек – это до самого чего-либо. Если кадар у нас обозначает просто до какого-то периода или какого-то места, то, например, сабахадек уимадек. До самого утра не спали. Дек – это до самого-самого. Тоже обозначает до, но дек. Сонсу задек сени севеде. На всех туристических местах продаются эти кружки, ракушки. На них обычно пишут. Сонсу задек сени севеде. То есть до самого конца буду тебя не любить. Ну, такие всякие надписи для презентиков. Дальше. Дайр. Дайр – такое довольно-таки официальное вспомогательное слово, которое обозначает о чем касательно чего. Касательно этого я ничего не знаю. Или я об этом ничего не знаю. Всякие справки, всякие документы, когда выдаются в документах, тоже написано, например, То есть эта справка выдана по поводу того, что этот человек работает в этой компании. Дайр обозначает касательно или по какому поводу. В официальных документах это слово довольно-таки часто употребляет. Аид. Аид – это принадлежность. То есть выражает это слово к тому, что принадлежит. Бу-Араба-Киме-Аид – это чья машина? То есть кому принадлежит эта машина? Бу-Араба-Бана-Аид – эта машина принадлежит мне. Бу-Бардак-Бана-Аид – например, пришли в гости, а там все по стакану себе взяли, стаканы перепутались. И кто-то новый вам не носит, вы понимаете, говорите, Бу-Бардак-Бана-Аид – это мне стакан принадлежит. Остальные чьи, я не знаю. Это самая большая турецкая проблема в гостях, когда много народу, все стаканы путаются. Ну, знаете, как в Турции к стаканам относятся. В общем, вот такие у нас есть помогательные слова, которые помогают нам проще и лучше выразить свою мысль. Кто хочет с любым из послелогов попробовать составить свое небольшое предложение? Можно я? Давайте. Немножко не оформлено. Почему не оформлено? Какой погоде или какому воздуху? Хава дурму – состояние погоды. Значит, хава дурмуна рамен. Хава дурму – это состояние или прогноз погоды. То есть, если вы не уточняете, что погода жаркая или холодная, то нужно сказать, что просто вот несмотря на состояние погоды, хава дурму – это состояние погоды или прогноз погоды. Хава дурмуна рамен. То есть, несмотря на состояние погоды, я пошла гулять. Почему мы там ставим прокладку N? Потому что там у нас идет сочетание двух существительных. Это в турецком языке называется изофет. А когда мы используем изофеты или принадлежность третьего лица, мы там обязательно ставим прокладку N. Вот там мы ставим N. А вот когда просто со словом, то тогда через Е. Хороший примерчик. Рано. Еще раз можете повторить? Пейнир чоктатлы. Да, банагадар. О, пейнир чоктатлы. Здесь никогда. Банагюре. А, банагюре. Пейнир чоктатлы. Как по мне, так этот сыр очень сладкий, да? Хорошо. Банагюре бупейнир чоктатлы. Давайте еще попробуем. Можно я? Ух ты ж, какой романтический пример получился. Несмотря ни на что, все равно и вылезут. Замечательно. А я правильно не сказала? О, ну? Да. Винительный падеж. Глагол Севмек у нас всегда хочет кого, что я люблю. Винительный падеж. Поэтому О, ну. Можно я скажу? Давайте. Санагюре Огюзелин. О? Гюзелин. Огюзель просто. Огюзель. Огюзель, да. Санагюре Огюзель. Огюзель. По-твоему, это красиво? Хорошо. Попробуйте использовать кадар, аид. А вот так можно? Буна даир. Буна даир. Бен ойренды. Или бен окуду. Я об этом все читал. Нет. Здесь будет Ильгили. Здесь будет Бунунле Ильгили. Херше окуду. То есть об этом. Касательно этой информации в данном случае будет использоваться Ильгили. Бунун лейгили. Херше окуду. А здесь о чем? То есть касательно чего? А еще вот так можно сказать? Можно, да? Я никого не перебила. Так, говорите, да. Некадар окула гидиорус. Некадар больше относится к какому-то количеству. Некадар окула гидиорус. Если касательно времени, то вы хотите спросить, сколько времени уходит в школу? Ага, не заман. Не заман дан берет. Какого времени? То есть здесь мы будем использовать предыдущие исходные. Не заман дан берет. То есть с какого времени ты хочешь? Нет, я хотела спросить, когда мы идем в школу? Не заман тогда, когда? Не заман. Не заман уходит гидиорус. Где мы идем в школу? Ландыш? А,ério. А, блата куме aid? Замечательно. Какой квартиleburs можно уехать? Марина? На об customizable который вы�адите? На об fracture 2.00pm уровне. pc. Н projector 2.00м уровне. Не сплю, работаю. Хорошо. Наталья? Бу эльбисе, ону аиддейль. Она? Она аиддейль. Бу эльбисе, только эльбисе, мягко. Не эльбисе, а у нас правило, что после мягких гласных лэ у нас идет с мягким знакомым. Можно? Бу эльбисе, он аиддейль. Бу араба сене аид. Я хочу сказать, что это машина твоя. Она? Бу араба санамы аид. Санамы аид. Задать вопрос, то тогда после... Вы именно к тебе она принадлежит, значит вопросительную частицу ставите после слова тебе. Буараба санам айтс. Санам. Анна. Микрофончик. Акшама, Кадар. Телевизион из Льордум. Да, до самого вечера я смотрел телевизор тогда, в тот момент. Из Льордум. Это у нас определенный имперфект, то есть обозначает, что я делал это действие в прошлом, но не имела продлительный период. Из Льордум. То есть в тот момент я смотрел телевизор то вечер. Хорошо. Ландыш. Иди прямиком вот на ту улицу. Хорошо. Наталья. Я пока что не придумывала ничего. Хорошо. Ну, я думаю, на сегодня у вас появилось много дополнительной информации. Много нового узнали. Надеюсь, вам помогут эти знания в вашей разговорной речи. Наше время, к сожалению, подходит к концу. На следующей неделе продолжим. Мы немножечко, некоторые моменты еще не разобрали про этот падеж. На следующем занятии продолжим. Разберем использование глаголов с этим падежом, потому что некоторые глаголы управляют именно этим падежом. Потом там есть некоторые глаголы, которые мы часто путаем и ставим в неправильный падеж. Нужно ставить в этот. Мы используем с русской логики. Все эти вопросы на следующем уроке мы обсудим. Возьмем еще одну новую тему. А на этом сегодняшний наш урок мы завершаем. Надеюсь, вам эта информация будет полезна. И вам станет намного легче теперь в пространстве называть ваши направления, передвижения, ваши точки, прибытие. Помогите autoriz Pointe60 к поводу forthÉ. Этотости alloraгорские уведомились. Субтитры создавая юра всей things на это вот, быстрее всего. Очень благодарим, друзья. Желаю noble субтитры направлены. à Бай бай. Бай бай. Удачи, schöne шутеры. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...